Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Подорожник. 2 января. В эфире вечерний выпуск новостей на телеканале Новороссия ТВ. И мы расскажем вам о главном, случившемся сегодня. Стали известны цифры объема дефицита государственного бюджета Украины на 2015 год. С 1 января жителям страны СНГ для въезда на территорию Российской Федерации понадобится загранпаспорт. В Буденновском районе города Донецка открылась первая социальная столовая. Стали известны цифры объема дефицита государственного бюджета Украины на 2015 год. Судя по всему, украинским властям придется зажать пояса во всех структурах и отраслях украинской власти. Это не касается оборонительной и военной промышленности, на которую, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, выделены колоссальные средства. Максимальный объем дефицита государственного бюджета Украины на 2015 год определен в размере 63 миллиардов 669 миллионов 600 тысяч гривен. Об этом говорится в государственном бюджете Украины на 2015 год, текст которого опубликован в специальном выпуске парламентской газеты «Голос Украины». Согласно опубликованному документу, доходы государственного бюджета Украины на 2015 год определены в сумме более 475 миллиардов гривен. В том числе доходы общего фонда госбюджета в сумме около 452 миллиардов гривен и доходы специального фонда в сумме более 24 миллиардов гривен. Расходы госбюджета в 2015 году прогнозируются суммой более 527 миллиардов гривен, в том числе расходы общего фонда бюджета в сумме равной более 502 миллиардов гривен и расходы специального фонда госбюджета в сумме около 26 миллиардов гривен. Представление кредитов из государственного бюджета в 2015 году предполагается в сумме более 15 миллиардов гривен, а возвращение кредитов в государственный бюджет Украины в сумме около 4 миллиардов гривен. Как сообщалось ранее, сегодня закон номер 76-8 о государственном бюджете Украины на 2015 год был опубликован в «Голосе Украины». Президент Украины Петр Порошенко подписал этот документ за час до Нового года. Премьер-министр Арсений Яценюк, представляя проект бюджета, отметил, что документ будет корректироваться в зависимости от договоренностей с кредиторами. Причем первый такой пересмотр состоится не позднее 15 февраля 2015 года. Арсений Яценюк также отметил, что одной из целей принятого закона является финансирование национальной безопасности и обороны, на что запланирован беспрецедентный объем средств. По его словам, непосредственно на безопасность и оборону в 2015 году планируется направить 80 миллиардов гривен. Дополнительно, около 2 миллиардов гривен будет направлено на выплаты всем мобилизованным, которые будут призваны в ряды вооруженных сил Украины. Около 3 миллиардов гривен на другие органы безопасности и обороны. 6 миллиардов гривен составят государственные гарантии для государственных компаний Укроборонпрома, для приобретения новой военной техники и ее ремонта для вооруженных сил Украины. Фактически, общий объем финансирования расходов на национальную безопасность и оборону 90 миллиардов гривен, отметил Яценюк. Остается непонятным, чем руководствовались депутаты Верховной Рады Украины, продолжив вклад в свой самый убыточный проект – война против граждан Новороссии. Судя по всему, пока среди украинского населения недостаточно возмущенных политикой Петра Порошенко. В Одессе недовольство жителей выходит на новый уровень. И неизвестно, чем все это закончится для украинских властей, если ситуация будет продолжать развиваться в том же ключе. 2 января одесситы перекрыли улицы генерала Петрова и Филатова в знак протеста против отключения электроэнергии в их домах. Подобные акции – нормальное явление для жителей Одессы в последнее время. И если раньше правоохранительным органам удавалось обеспечить порядок и безопасность на местах проведения протеста, то с каждым разом препятствовать народному гневу все сложнее и сложнее. Между водителями и протестующими зафиксированы столкновения. Сообщают об участнике конфликта, который пытался расчистить дорогу для своей машины с помощью бейсбольной биты, но был передан сотрудникам милиции. Ранее также протестующие перекрыли улицу Краснова, однако после того, как в их домах появился свет, движение было разблокировано. Праздник Нового года также не стал исключением для отключения электроэнергии в некоторых районах города Одессы. После 23-х часов электроэнергия была возобновлена, правда не во всех домах. К вечеру протестующие разожгли на дороге костры и установили символическую елку. В течение дня произошло несколько конфликтов с водителями. Автомобилисты пытались проехать через толпу, сбивая при этом пешеходов. Расходиться же протестующие стали перед самым Новым годом. Вот где не было недостатка света, так это в Киеве, где 106-я годовщина со дня рождения лидера АУН Степана Бандеры была отмечена националистами торжественным факельным шествием. Шествие ВОО «Свобода» и «Правого сектора», приуроченное к 106-й годовщине со дня рождения лидера АУН Степана Бандеры, проходило на площади независимости в Киеве. Со цены под стела независимости к собравшимся обратился лидер «Свободы» Олег Тягнебог, его однопартийца Андрей Ильенко и Игорь Мирошниченко. Для националистов факельное шествие подобного рода – обычное дело. Правда, жителям Украины стоит обратить внимание на то, чтобы подобные мероприятия, проводящиеся, к слову сказать, с одобрения украинских властей, плавно не перешли на новый уровень – «Ночь длинных ножей», например. Ведь предпосылки уже имеются. Так, во время шествия корреспондентку «Лайф Ньюз» Жану Карпенко и оператора избили неизвестные. На корреспондентку телеканала «Лайф Ньюз» Жану Карпенко и ее оператора совершено нападение во время факельного шествия в украинской столице. Неизвестные лица, которых скрывали маски, толкнули журналистку и отобрали у нее телефон. После чего отняли телекамеру у оператора Александры Ульяновой и разбили технику, говорится в сообщении телеканала. В свою очередь, «Украинформ» сообщил, что участники митинга вели себя спокойно, общались между собой, иногда выкрикивали лозунги, а по завершении вечи люди разошлись. Поводов же для вмешательства милиции не возникло. Новое нападение на российских корреспондентов – очередной вопиющий факт преследования на Украине представителей СМИ, осуществляющих свою профессиональную деятельность. Проявление грубого нарушения основополагающих принципов свободы слова и бездействия официальных украинских властей, самоустранившихся от обеспечения безопасности работы журналистов, заявила заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Представители российского ведомства выразили надежду, что правозащитники и сотрудники международных организаций, ответственные за соблюдение свободы слова, дадут свою правовую оценку, случившемуся накануне. Важно, чтобы свое слово сказали и антифашистские организации, ведь речь идет уже не о неких опасных неонацистских тенденциях в центре Европы, а о конкретных мероприятиях по форме и содержанию копирующих нацистские традиции. Молчание в данном случае есть акт соглашательства. Наши западные коллеги регулярно заявляют, что российская сторона преувеличивает имеющие место неонацистские проявления на Украине, и никаких явных факторов они не видят. А не видят они, потому что по западным каналам факельные шествия в центре Киева не показывают и не рассказывают истинные факты из биографии Степана Бандеры, добавила Мария Захарова. Это не первый случай, когда журналисты телеканала Life News становятся жертвами нападения активистов в Киеве. Чуть больше месяца назад другую журналистку телеканала, Евгению Узмановскую, избили в украинской столице перед концертом известной певицы Ани Лорак. Тогда в роли нападавших выступили не только футбольные ультраз, пытавшиеся сорвать концерт, но и местные журналисты. Очевидцами нападения на журналисток стали местные жители, пришедшие на мероприятия, но никто из них не вступился за девушек и не попытался помешать противоправным действиям членам правого сектора. После того, как нападавшие ушли, Жанна Карпенко начала дозваниваться до сотрудников киевской милиции, чтобы рассказать о произошедшем. В этот момент один из националистов вернулся и силой отобрал у нее телефон. К счастью, ни корреспондент, ни оператор не пострадали. А вот разбитая техника восстановлению не подлежит. Впрочем, уцелела флэш-камера, на которой сохранилась отснятая запись. Она-то и станет главной уликой в уголовном деле, которая должна возбудить киевская милиция. Более того, силовики уже опознали одного из нападавших. Мужчину в черной куртке, который разбил камеру. Члена правого сектора, которого, по их словам, зовут Сергей. Удивляться нечему. Нацистские настроения уже давно культивируются в украинском обществе, все более агрессивно проявляясь и становясь частью политического имиджа на международной арене. Министр культуры Украины Вячеслав Кириленко предложил, чтобы государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения прекратил передавать сигнал телеканалов, которые показывают пророссийские деятели культуры. «Популяризация российских исполнителей с выразительно антиукраинской позицией, осуществленной несколькими каналами, должна привести к решениям надсовета по телевидению и радиовещанию правительства», написал министр на своей странице в Твиттере. «Буду предлагать правительству решение о прекращении госконцерном РРТ передачи сигнала телеканалов, которые популяризируют путинских пропагандистов», заявил Кириленко. «Виной всему стал скандал, который разгорелся из-за телеканала «Интер», транслировавшему в новогоднюю ночь запись праздничной программы, в которой выступил в частности депутат Госдумы России певец Иосиф Кобзон, объявленный в Украине персоной нон-грата. «Объясню по-простому. Башня на сырце может вырубить кнопку «Интера». Будут суды и крики о притеснениях оппозиции, а как иначе бороться с таким цинизмом», – добавил министр культуры. В этой же программе звучали песни в исполнении других российских звезд, которые публично высказывались в поддержку граждан Новороссии – Валерии, Олега Газманова и Николая Баскова. «Таким образом мы имеем развитое европейское государство с прямыми отсылками к нацистским ритуалам, деятелей культуры, которые ущемлены за их альтернативные точки зрения, и президента, чье новогоднее обращение было озвучено на трех языках, включая русский. Пренебрежение логическим мышлением налицо. А тем временем Франция поставит Российской Федерации и два вертолетоносца «Мистраль» только при условии, что на территории Украины возникнут долгосрочные и конкретные предпосылки к перемирию». «Для завершения поставки «Мистрали» Российской Федерации Франции необходимо соблюдение режима прекращения огня и поиск политических путей решения проблемы, которые приведут к установлению мира и спокойствия», заявил глава Минобороны Франции Жан-Ивле Дриан в эфире «Радио Европа» накануне. При этом он отметил, что усилия в этом направлении предпринимаются, но до тех пор, пока они не осозаемы и не поддаются проверке, Франция не примет решение о поставке «Мистралей». Напомним, что «Рособоронэкспорт» и французская компания DCNS подписали контракт на строительство двух вертолетоносцев в июне 2011 года. Первую «Мистраль» Франция должна была передать России в ноябре 2014 года. Президент Франции Франсуа Алан приостановил поставку, голословно обвинив российское правительство в агрессии на территории Украины. Россия же намерена добиваться либо передачи кораблей, либо денег. Жителям стран СНГ для въезда на территорию Российской Федерации понадобится загранпаспорт. Правда, новшество коснется не всех государств. Об этом подробнее в сюжете. С 1 января 2015 года граждане СНГ будут въезжать на территорию России только по заграничным паспортам. В основном эти нововведения коснутся жителей Узбекистана и Таджикистана, а исключения будут сделаны для граждан стран, членов таможенного союза ЕАЭС и Украины. Граждане Узбекистана, Таджикистана и некоторых других стран СНГ будут с начала этого года въезжать в Россию только по загранпаспортам, заявляет МИД РФ. При этом визы для пересечения российской границы, как и прежде, не потребуются. Глава ФМС Константин Ромодановский пояснил, что исключение из нового правила будет сделано для Киргизии, которая в ближайшее время войдет в состав ЕАЭС. На особом положении находятся также граждане Украины из-за сложной внутриполитической обстановки в стране. Кроме того, загранпаспорт не понадобится жителям Белоруссии и Казахстана, так как эти страны входят в таможенный союз. Правительством Российской Федерации 17 июня принято постановление номер 555 о признании и утратившем силу с 1 января 2015 года постановление правительства РФ о 21 сентября 2005 года номер 574 о взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Республики Таджикистан, в соответствии с которыми для въезда в РФ допускались возможности использования наряду с заграничным паспортом внутреннего паспорта и свидетельства о рождении, сообщается на сайте МИД РФ. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что страны-участники СНГ были заранее проинформированы о планируемых российской стороной мерах, и эти шаги по наведению порядка в сфере миграции воспринимаются с пониманием. Пока правительство Украины думает, чем бы еще пожертвовать ради экономии средств бюджета, власти ДНР обеспечивают питание малоимущие слои населения. Сегодня в Донецке открылась первая в Буденовском районе социальная столовая, расположенная по адресу улица Майская, 86. Силами сотрудников столовой горячей еды ежедневно обеспечены 50 человек, из которых десятерым питание доставляется на дом. Благодаря волонтерам тех центра продукция доставляется людям, которые не могут физически добраться до этой столовой. Наши бабушки находятся в очень тяжелом состоянии. Вот им мы приносим кушать, помогаем им как можем, разговариваем с ними. Поддерживаем их и разговариванием, и вниманием, и просто посещением. Работа столовой организована при непосредственной поддержке Министерства социальной политики ДНР, гуманитарного батальона Екатерины Губаревой-Новороссия, а также неравнодушных граждан Российской Федерации. Большое спасибо надо сказать нашему директору завода Куксахимоборудования, Кухану Владимиру Николаевичу, за то, что дали место, за то, что дали тепло, воду, электроэнергию, и вообще за душевное отношение к людям. Люди вроде довольны сегодня, кто кушал все это. Власти ДНР не прекращают поддерживать нуждающихся жителей Новороссии, ровно так же, как и сочувствующие граждане России, оказывающие регулярную помощь нашим соотечественникам. Эту гуманитарную помощь мы получили благодаря Бондаре Николаю Митрофановичу. Это продукты питания для жителей Донецка. Какие именно продукты питания и почему вы на них платили? Мы передаем масло, пешенку, копейный напиток, сыр. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. Оставайтесь с нами. В Луганске пасмурная облачная погода будет стоять целый день. Небольшие осадки. Утром и днем средний температурный режим составит около 0 градусов. В Краматорске облачно, без существенных осадков. Ночью ожидается минус 4, днем плюс 1. На территории Славянска 3 января облачная погода сохранится в течение дня. Маловероятные осадки. Ночью ожидается минус 3, днем плюс 1. В Мариуполе в течение дня облачная погода с небольшим дождем. Ночью плюс 1. Днем около 4 градусов тепла. В Горловке 3 января увидеть солнце будет сложно из-за пасмурной погоды. Возможен небольшой снег. В Макеевке целый день облачная погода, небольшие осадки. Снег с дождем. Утром и днем температура на градуснике будет колебаться от 0 до 1 градуса тепла. 3 января в Донецке сохранится облачная пасмурная погода с небольшими осадками. Ночью около 0. Днем плюс 1 градус Цельсия.